Итак, сегодня у нас операция «Завтрак туриста». Мы совьем искусственное гнездо. Основное меню будет перепелиное яйцо, которое осталось у меня с экспериментов, которые я делаю летом. Также мы добавим туда вареное яйцо, сырое куриное яйцо, хлебушка немного, если вдруг хомяк какой-нибудь появится. И что тут еще есть? Вареная картошка. И котлета. Так, и все это мы будем снимать. Фотоловушка, которая у меня пришла из Китая. Сейчас я покажу. Вот эта фотоловушка. Та самая, которую я уже снимал летом. Но с тем отличием, что здесь светодиоды 820 нанометров светят, и свечение видно ночью. Они немножко крупнее. Те, которые 920 или 940 нанометров, которые не видно, светодионы немножко поменьше в диаметре. А здесь вот побольше. В описании было написано 920. Я по-английски списывался с продавцом. Писал, что мне нужно именно 920. Но, по-моему, он не улавливает разницы. То есть я написал, что мне нужна полностью невидимая. Но, в общем, это не помогло. И все равно пришла фотоловушка со свечением, которое видно в темноте. В общем, споры, видео ни к чему не привели. А точнее, как этот самый продавец согласился, чтобы я вернул ему ловушку. И он вернул бы мне деньги. Но я-то бы тогда сейчас остался без ловушки. Поэтому я возвращать не стал. Я оставлю себе. И вот эти светодиоды, они хотя и видны ночью. Но у них может быть чуть получше качество света. Меньше оно пульсирует. Вот антенна, которая мне не нужна, поскольку у меня есть сим-карта мегафоновская, рязанская. Но она, хотя и показывает, что все работает, показывает там 2G или что-то такое, все равно ничего не отправляется сообщение. Но это, может, я что-то неправильно настроил. Хотя в интернете я читал отзывы. И говорят, что, в общем, с мегафоном проблемы, с чем-то еще проблемы. И рекомендуют МТС использовать. Но в этом году я это делать не буду, наверное. Так, поэтому это гнездо я сейчас просто сверху изолентой заклею. Потому что обещали дождь и завтра. Я не хочу, чтобы залило. Вот и готово. Все. А, это вот у меня под мышкой легкий штатив. Я никак не буду маскировать ловушку, потому что практика показала... Ну, наверное, это не во всех ситуациях работает. Но в моей... В моем случае практика показала, что лучше, чтобы птица сразу видела, что внизу находится какой-то объект. Ну вот, мы пришли на место старой фермы. Именно здесь я уже делал гнездо. Вот тут осталась скорлупа с прошлого раза. Вот она. И вот здесь стояла камера сама. Вот она. Прямо так вот на штативчике. Расстояние, наверное... Ну вот, метр-полтора, я думаю. Сейчас я тут немножко расчищу площадочку. И организую завтрак туриста. Мы когда подъезжали, видели летающих луней, самку, самца взрослых и молодого луня, который у них выпрашивал корм. То есть троих птиц мы видели. И есть надежда на то, что они сюда подлетят. По крайней мере, самка знает, где можно было проживиться. Но для этого нужно раздвинуть будет вот эти вот... кусты, полынь, чтобы был обзор. Ну и, конечно, еще кусты мы убираем не только для того, чтобы был обзор лучше, но еще и для того, чтобы они не попадали в кадр. Потому что кусты, когда ветром качаются, срабатывает запись. Ну, то есть нам такая запись, естественно, не нужна. Нам нужно, чтобы срабатывало по движению животного. Поэтому лучше кусты лишние убрать. Вот, даже осталась с прошлого раза моя визиточка. После того, как у меня одну камеру забрали, я стал оставлять визитку рядом с камерами. Не знаю, поможет это или нет, но пусть будет. Так, пришла пора подать на стол наше ясно. Пошло разом ночью здесь были мышки и, по-моему, даже хомяк. Они вот по этому дереву лазили, в гнездо заглядывали. Поэтому на этот раз я взял хлеб и пшена немножко. Насыплю пшена. Вот сюда что ли. Вот так. И сюда маленько. Ну, я думаю, хватит. Хлебушек. Хлебушек положу вот так вот, наверное. И вот сюда. Или вот так вот заточу. Такое у нас будет гнездо. Так, что еще интересного есть? Еще у нас есть котлета. Вот мы и сюда положим. Так. Нет, котлеты лучше. Так вот засуну. Так. Хлеб тоже как-то вот сюда подложу. Чтоб не утащили. Это, наверное, сырое яйцо. Нет, это, наверное, вареное получает. Раскрутится вареное. Вот будет одно вареное. Одно сырое. Да, вот это сырое. Крутится. А, картошка еще вареная есть. Ёлки-палки. В общем, тут можно нормально перекусить. Независимо от того, хищник ты или травоядный. Но любой вкус. И вот еще перепелиные яйца остались. Опа. В принципе, с воздуха видно еду, кажется. Так, вот и готово. Готов наш завтрак туриста. Ну, вот еще раз, как все выглядит. Вот наше старое гнездо. Камера. Вот тут со всех сторон деревья какие-то. Вот с этого дерева можно понаблюдать за тем, что здесь лежит. По идее, врановые вполне могли бы тут перекусить. Но они какие-то подозрительные. Так. Прошло примерно сутки с момента моего эксперимента завтрак туриста. И сегодня утром я уже подъезжал и заменял батарейки, потому что батарейки были старые. И камера практически разрядилась, когда я заменял батарейки. Карту памяти я оставил. Вот сейчас хочу еще поменять карту памяти, чтобы постояла камера еще ночь. Сейчас 4 часа дня. И где-то с середины ночи до утра включительно вливал дождь. Очень сильный. Но, в принципе, вся еда вроде бы на месте осталась. То есть явно не прилетал. Сейчас переведем ракурс. Явно не прилетал хищник, которого мы ждали. Лунь. А вот картошку и хлеб кто-то подъел. Особенно вот видно картошку. Тут, конечно, муравьев много, но я не думаю, чтобы они могли настолько подъесть. Сейчас я заменю опять карту памяти. Посмотрю, запечатлела ли камера того, кто ел. Ну и пусть еще постоит ночь. Так, кажется, я рассекретил, кто ел хлеб и картошку. По-моему, это большие синицы должны. Потому что вот сейчас они прям рядом целая стайка цикла. Сейчас все равно посмотрим, как это у нас все выглядит. Я чуть-чуть переставил камеру в другую сторону, чтобы ракурс поменять. Ну вот. А, вон воробей еще полевой. Тоже, наверное, мог покушать. Вообще, кажется, он просто ждет, когда я уйду. Да, сто процентов. Такой заинтересованный. Ну иди ешь. Ладно, я пойду. И это, наверное, будет последняя летняя съемка фотоловушкой в Рязанской области. Потому что сегодня у нас уже 13 августа. Так, время уже 7 часов вечера. мы идем снимать камеру вместе с мамой. К тому, что завтра я поеду в Москву. Так. Я уже успел посмотреть часть видео, чтобы выяснить, кто ел хлеб, кто съел... Да, съедено. Здесь вот была же спрятана котлета. Котлету съели. А, вот, кстати, яйцо, которое я раскрыл. Это... Да, желток кто-то съел. Ну, наверное, котенок тот же самый, которого я видел на видео. В общем, основной посетитель оказался котенок. Причем, так, наверное, он неплохо выглядел. Да, не брошенный. Ну, все, сейчас будем снимать камеру. Ну, а это мы оставим котенку, мышам, маленьким птичкам и тому, кто еще захочет это поесть. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...